Такой батареи у нас никогда не было, вернее, давно не было. Она, наверное, была такой, когда мы только заселились в этот дом в 1991 году. Тепло у нас температура воздуха была 17-16 градусов, до 14 спускалась. А сейчас 21-22, как бы комфортная температура. Тепло в квартиру Ирины Солощевой перестало поступать в 2012 году. Ее дом отопливается от котельной исправительной колонии номер 6. Она находится рядом. Женщина рассказывает, сначала остыли батареи, а потом вместо горячей воды из крана потекла холодная. Прошлый год вообще был ужасный. 15-16 год зима, это было что-то страшное. Я приходила с работы, постоянно была в подвале, сливали, крутили. Потому что сантехники у нас просто ночевали, мы и сами тут как сантехники. Кроме Ирины, тепла лишились и жители соседних домов. Люди начали жаловаться во все инстанции. В результате в мае обратились в местную прокуратуру. Вскоре собралась комиссия, представители городской администрации, управляющих компаний, колонии, поставщики ресурсов. Проблему решили быстро. Пригласили специалистов Ростехнадзора для того, чтобы понять, в каком состоянии котлы. Поняли, что состояние там ужасное. Заставили колонию исправить эту ситуацию. Они котлы все отремонтировали. После этого установили горячее водоснабжение. В настоящее время горячее водоснабжение и отопление подаются им в тех параметрах, которые должны быть. По мнению экспертов, котельная, принадлежащая колонии, не должна снабжать теплом соседние дома. Чтобы отопление и горячая вода исправно поступали в квартиры жителей, в следующем году в управленческом начнется строительство новой котельной. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.